Добрый вечер! Вы смотрите программу трибуны нового века. Трибуна депутата, как всегда, в фокусе событий, самые острые проблемы и пути их решения. Мнения, дискуссии и предложения. Все это сегодня в Большой студии ТНВ при участии наших уважаемых экспертов. Два года назад законом Республики Татарстан утверждена стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Среди приоритетов человеческий капитал и возможности его успешного применения, экономический рост и обустройство комфортного пространства. Удастся ли достичь высоких целей или же заданную планку придется понизить? Каковы первые результаты реализации стратегии 2030? Об этом и поговорим сегодня в программе трибуны нового века, трибуна депутата. Ну а провести эту программу сегодня мне поможет мой соведущий, заместитель председателя комитета госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Гадыевич Галеев. Здравствуйте, Марат Гадыевич. Добрый вечер. Также сегодня в студию приглашены Айрат Шамсиев, заместитель министра экономики Республики Татарстан. Добрый вечер. Марат Сухиуллин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского Федерального Университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Макарова, доцент кафедры государственного и муниципального управления Казанского Федерального Университета. Добрый вечер. Чулпан Ханафина, первый заместитель руководителя исполнительного комитета Кукмарского муниципального района Татарстана. Добрый вечер. Андрей Подовалов, заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по экономике. Добрый вечер. Марат Задеевич, говорим о стратегии 2030 и подразумеваем повсеместное лидерство и развитие. Это и человеческий капитал, это экономика, промышленность, инфраструктура. И обсуждая все это, в том числе реализацию масштабных экономических проектов, так возникает вопрос. А способна ли республика все это реализовать? Хватит ли нам опыта? Хватит ли сил, ресурсов? Вы знаете, мне хотелось вначале все-таки прояснить именно стратегии 2030, потому что общество за прошедшие немало десятилетий много видел всяких прожектов, программ и есть некий скепсис к очередному, так сказать, проекту. Поэтому в данном случае это не совсем программа, и вернее называть именно стратегией почему. Потому что любая программа предполагает очень конкретные действия с цифровыми ориентирами, которые нужно достичь. Стратегия отличается вот именно тем, что здесь не задаются такие жесткие сроки и достижения каких-то цифр, хотя они есть. Но важное, что же нужно сделать, чтобы республика могла вписаться в 21 век, и весь мир существенно меняется, чтобы не отстать окончательно. Потому что Россия, по сути, это среднеразвитая страна по сегодняшним меркам, по своим показателям. И быть достойными, выглядеть, чтобы достойно в 21 веке, действительно нужно очень много условий. И стратегия, она предполагает целый ряд необходимых, просто это нужно сделать, чтобы республика развивалась. И может быть впервые это попытались сделать со всех точек зрения, с точки зрения человеческого капитала, с позиции муниципалитета, с позиции молодежи и в отраслевом разрезе. Ну вот, например, чтобы успешно реализовать стратегию, в республике нужно построить еще целый ряд мостов. Их нужно всего семь, три уже есть. Но остальные нужны просто, чтобы хотя бы логистика у нас была совершенно нормальной. Потому что, ну скажем, железные дороги по республике проходят, но они имеют исключительно такое пригородное значение, а внутри республиканская логистика железными дорогами совершенно почти не связана. Они как бы по периметру обходят. Или, чтобы проехать в Нижнекамск, а там большое количество больших бизнес-проектов с большими объемами производства, нужно ехать через ряд городов, что безусловно делает невозможным эффективную логистику. Для этого нужны, скажем, мосты в районе Соколки с тем, чтобы и Лабуга, Менделеевск, Нижнекамск, Челны, да и Заинск оказались в такой логической цепочке, чтобы экономить расстояние и так далее. Это нужно делать. Неважно когда, можно сделать быстро, может быть и к 30-му не успеть, но это необходимо. И вот стратегия, она по сути предполагает вот это вот выстраивание всех этих необходимых, как в логистике, так и в других сферах. Это сделано впервые. Никогда с позиции республики это не рассматривалось, не разрабатывалось. Поэтому это серьезная работа. И она не случайно принята законом. Ну что ж, стратегия 2030 это наш билет в светлое будущее. Одновременно и да, и нет. Конечно, высокие цели перед собой необходимо ставить всегда. Но запланировать еще не значит сделать. Правительству республики в ближайшем будущем предстоит проделать огромную работу. Имеющиеся возможности и стратегические потенциалы мы обсудим сегодня в программе «Трибуна Нового века». А пока информационная справка. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Пожалуй, это главный тезис, принятый в Татарстане стратегией 2030. 17 июня 2015 года временно исполняющий обязанности президента республики Татарстан Рустам Мениханов подписал закон об утверждении стратегии социально-экономического развития до 2030 года. За сухой формулировкой – всесторонняя модернизация экономики Татарстана. Вот что предполагает республиканская стратегия 2030. Своеобразный апгрейд затронет международные экономические связи, социальную сферу и промышленное производство Татарстана. Внедрение в республики элементов цифровой экономики позволит увеличить производительность труда, раскрыть потенциал традиционных сегментов экономики и создать новые. В то же время передовые технологии приведут к исчезновению отдельных профессий и целых отраслей. Ну и возникать будут новые направления, новые профессии. Мы должны быть готовы к таким преобразованиям и суметь использовать их на благо нашей республики и людей, которые проживают на нашей территории. Символ стратегии – барс, летящий в стремительном прыжке. И цель этого прыжка – развитое и технологичное будущее. Правительство республики предполагает реализацию целого ряда государственных программ, которые должны обеспечить накопление и развитие человеческого капитала, современную систему образования и качественное здравоохранение. Особое внимание – поиск у талантливой молодежи, которой и предстоит строить Татарстан будущего. В стратегии 2030 поставлена амбициозная задача по увлечению валово-регионального продукта в 1,8 раз. Несмотря на усиливающийся характер режима применения санкций, экономика республики обеспечивает выполнение запланированных значений показателей согласно базовому варианту стратегии 2030. По-прежнему основными драйверами экономического развития республики является нефтегазохимический комплекс. Он формирует около третьей экономики республики. Машиностроение, объем которого в структуре промышленности составляет 21,2%. Среди инфраструктуры для бизнеса можно отметить особоэкономические зоны Алабога и Иннополис, индустриальные парки Кипмастер, Технополис Кимград, а также муниципальные промышленные площадки. Двигают вперед татарстанскую стратегию 2030 сразу несколько крупных мегапроектов. Сеть скоростных железнодорожных маршрутов объединит Казанскую, Камскую и Альметьевскую агломерации – Единый Волго-Камский метрополис. Развитая дорожная сеть обеспечит интеграцию нашей республики в международную транспортную систему. Сможет ли стратегия 2030 создать новое качество жизни татарстанцев? Время покажет. Ждать осталось 12 лет. Арат Булфатович, расскажите, пожалуйста, на чем строятся смелые экономические прогнозы? Наверняка уже в республике определены определенные точки роста, на которые правительство делает ставку. Спасибо. Естественно, эти точки роста у нас прописаны в стратегии. Важнейшей из них на сегодняшний день является и на Кам. Это территория Камской агломерации. И это точка роста не только Татарстана, но и России на ближайшие 10 лет. На ее территории будет создано более 30 тысяч высокопроизводительных мест. Другой большой точкой роста также является ОЭС Алабуга. Это лучшая особоэкономическая зона по версии специализированного европейского журнала 2016 года. Там сейчас зарегистрировано 56 резидентов. Более 6 тысяч производительных рабочих мест создано. И 22 из этих резидентов уже ведут промышленную деятельность. То есть это вот те самые первые результаты реализации стратегии, о которых мы сегодня говорим. Здесь двояко можно рассматривать. Естественно, эта стратегия писалась не на пустом месте. И естественно, все тенденции, которые были в республике и на которые мы опираемся, они прописаны в стратегии. Поэтому это не только в стратегии. То есть здесь результат такой, что то, что было тенденции, которые были в республике Татстан заложены до этого, они полномерно развиваются в соответствии со стратегией. Кроме того, также необходимо отметить и новую точку роста. Это сейчас созданная в набережных Челнах, как в Моногороде, территория, опережающая социально-экономическое развитие. На сегодняшний день это самая успешная. Тосер в России. Сейчас нам уже 15 резидентов. И за прошлый год, фактически за полтора года, объем инвестиций состоял уже около 3 миллиардов рублей. Но это такие крупные точки роста. Нельзя забывать и про более приземленные вещи, как муниципальные промышленные площадки, которые на сегодняшний день их уже 63. Это как раз те точки роста, которые ближе к каждому жителю, каждому предпринимателю в наших населенных пунктах. И по стратегии до 2020 года их должно быть создано уже около 100. Ну а если говорить о сферах промышленности, то, во-первых, это что? Ну, это было уже озвучено, естественно, в ролике, который вы показали. В первую очередь, это, конечно, нефтегазохимия, переработка, машиностроение. Нельзя забывать и про сельское хозяйство. Это 11% вал регионального продукта у нас на сегодняшний день занимает. Также, естественно, развитие сферы услуг, IT и других отраслей. Согласно стратегии 2030, конечно, подразумеваются и масштабные экономические проекты. Например, Казань в будущем – это территория развития умной экономики. Камская зона – это территория новой индустриализации и развития высоких технологий. Альметьевская – диверсикация экономики и модернизация нефтегазового комплекса. И, конечно, реализация таких масштабных проектов, она все-таки требует и развития инфраструктуры. А ведь все-таки Татарстан сегодня пользуется, ну, так скажем, советским наследием. Вот как развивать эту отрасль? Что делать? Ну, инфраструктура, я уже отметил, что она никогда не учитывала интересы экономики республики. С одной стороны, это нужно было правильно сформулировать. Вот я уже сказал, что логистика должна быть поменять нужно. Для этого нужно и дороги строить. Но в то же время Татарстан никогда себя не рассматривал как изолированная составляющая какая-то. Мы как находимся в России, так и мы обязаны включиться в глобальные логистические связи. Это проблема и России, потому что, ну, скажем так, железный занавес, который был в советское время, он выключил СССР из глобальных этих логистических цепочек по перевозкам грузов. Сформировались альтернативные. И огромные территории выключены из этого процесса. Поэтому для России важной является включение вот этих вот международных коридоров север-юг и запад-восток, которые нуждаются в серьезном развитии. Для нас, можно сказать, географически повезло, что эти два коридора, они перекрещиваются в Татарстане. Поэтому Татарстан имеет шанс сильно развить вот эту вот логистическую составляющую. И жизнь показывает, что те страны, которые включены в этот процесс, бизнесы самых разных направлений бурно начинают развиваться. Поэтому это будет один из драйверов роста. И это предусматривает стратегии. Поэтому это новые. Но я все же хотел обратить внимание на концовку ролика, который завершается словами. Осталось 12 лет подождать, и все будет совершенно по-другому. Ничего не будет, если все общество не включится в реализацию этой стратегии. Здесь нужно очень много что поменять. И самое главное, я думаю, это проблема человеческого капитала. Потому что технологии, которые сейчас развиваются, требуют совершенно другого уровня подготовки. И здесь, ну просто я знаю, что мы выглядим в динамике очень неплохо. Хотя многое нужно сделать. И лидером здесь является Казанский университет. Я бы хотел обратить внимание перспективы развития человеческого капитала. И Марат Рашидович, чтобы показал нам, какие здесь направления перспективны. – Большое спасибо. Если можно, я вот хотел допомнить. Вот, говоря про инфраструктуру. Сейчас сложилась такая ситуация, что мы действительно очень динамично развивались. Создали очень много территорий, промышленных площадок. Но, к сожалению, вот инфраструктура, она всегда где-то вот была на задворках. И сейчас такая ситуация, что рубль вложений в инфраструктуру, она обеспечивает в 5 или 6 раз больше эффективности. С одной стороны. А с другой стороны, вот Марат Гадыч, он это подчеркнул, конкурентоспособность. Сейчас не только важно произвести хороший товар, но и обеспечить его быструю, качественную и, самое главное, дешевую доставку. Вот из того, что мы исключены были из транспортных основных логистических коридоров, привело к тому, что транспортное удорожение, то есть, соответственно, падение конкурентоспособности, оно составляло 100% к цене нашей продукции. И поэтому здесь мы получим дополнительный импульс. И вот Марат Гадыч уже тот непосредственно вопрос задал. То есть, самое главное, все-таки, мы разрабатывали очень много планов, программ, стратегий. Вот самые первые программы тоже вместе с Марат Гадычем мы формировали. Но надо сказать, что это первая программа, когда человек, человеческий потенциал и вообще качество жизни, то есть, качество среды является все-таки доминантой. Всегда мы смотрели с точки зрения, скажем, промышленно-индустриального, технологического или отраслевого подхода. И, с другой стороны, вот, как всегда идет у вас подтекст, выполнимы ли стратегии и так далее. Я вот хотел сказать, все спрашивают, почему Татарстану при прочих равных условиях много удалось. Как ни странно, вот именно этот программно-целевой подход и метод управления с ним сопряженной, который обеспечивает концентрацию ресурсов на основных важнейших приоритетах, они позволяют развиваться. Это означает, это не только распределение государственных средств, это индикатор и для вузов, и для частного сектора, что будет развиваться, куда лучше вкладывать для того, чтобы иметь устойчивую, хорошую перспективу. Ну, стратегия говорится, человеческий капитал. Вот я хочу сказать, да, вот еще ведь самый главный момент, и вот здесь Рустам Ругалевич особенно подчеркнул, мы сейчас находимся на очень опасном этапе. Он называется четвертой промышленной революцией. Это действительно революция? Совершенно верно, да. И более того, она меняет не только подходы к организации рабочего места, работа техника, большие данные, квадовые вычисления распределенной сети и так далее. Все может это поменяться. И в том случае, вот нам удалось вовремя, в 1994 году, с новой программой переосмыслить и обеспечить диверсификацию, вкладывать те отрасли, которые будут обеспечивать будущую доходность. И вот эта стратегия, она говорит, ландшафт поменялся, да, у нас есть толпы, которые обеспечивают наше надежное функционирование. Но если мы не заложим новые точки роста в области цифровой экономики, в области знаний, а это в первую очередь наши университеты, технопарки, и так далее, и не создадим соответствующие экосистемы, при которые бы самые лучшие таланты приезжали к нам не только учиться, но и создавать стартапы, реализовывать. Тем более в цифровом правительстве нам удалось очень многое, то есть без этого нет будущего. И есть сейчас, вы знаете, вот мы в куларах немножко говорили, по большому счету мы получили шанс, вот благодаря четвертой промышленной революции, сделать скачок. Да, мы очень сильно отстали. Да, было время, когда мы развивались отдельно. То есть это вот постсоветское наследие. Но сейчас, благодаря доступу в интернет, цифровым технологиям, языкам, коммуникациям, мы можем все эти барьеры разрушить и обеспечить совершенно новое качество экономического роста через развитие человеческого потенциала. Президент говорил о том, что некоторые профессии и специальности уйдут в прошлое. А каких он имел в виду? Тоже очень хороший вопрос. Нам повезло здесь двойне. То есть у нас и руководитель республики, и это руководитель попечительского совета нашего университета. И в соответствии с этой стратегией и задачами, глобальными вызовами международной конкурентоспособности, мы полностью пересмотрели модель развития университета. То есть если раньше у него было две функции, образовательная и научная, это как бы университет поколения 2.0, сейчас активно развивается третье поколение университетов, к нему добываются инновации, коммерциализация, продвижение разработок. А мы сейчас пытаемся вот на основе перспективных новых секторов, новых технологий сформировать университет как бы будущего, который, мы надеемся, будет центром не только стратегии, а вот вообще центром притяжения. Это университет 4.0, это к науке, к образованию, к инновациям будет добавляться цифровизация. Цифровизация, причем по всем четырем направлениям. Это smart education, то есть smart это умное образование, это означает, что онлайн образование, дистанционный, возможность коммуникации с тьютером, с преподавателями, с лучшими будет обеспечена. Второе это smart science, формирование научных сетей, где можно будет обмениваться и результатами, и опытами, и новыми идеями, и проектами. Smart infrastructure, чтобы можно было при помощи смартфона или своего компьютера зайти в любую базу данных, получить там любые сервисы. И, конечно же, smart это менеджмент. То есть, как сделать так, чтобы бюрократическая составляющая, вот она была минимизирована, и повысить эффективность в целом научно-образовательном процессе. Марат Газаревич, мне кажется, стратегия 2030, это ведь не только масштабный экономический проект, это ведь еще и возможность для людей быть в общереспубликанской конъюнктуре, и быть востребованным прежде всего. Какие специальности будут востребованы, скажем, в течение ближайших 10-12 лет? В принципе, цифровая экономика действительно структуру профессии меняет серьезным образом. Хотя, любая профессия и рабочая профессия, она будет связана с цифровой экономикой. И, по сути, здесь, в этом отношении уже это будет рабочее совершенно другого уровня. По многим монотонным видам операций, на которых сейчас диспетчеры заняты, там, бухгалтеры и прочее, это действительно может исчезнуть. Ну, там прогнозы разные есть, но дело к этому... Это только рабочие специальности, даже медицина, все типовые функции, все, что касается инжиниринга. Но, по-любому, вот система образования, я должен вот здесь именно университет, может быть, и так комплимент сделать, в том плане, что образование университетское, оно не должно быть оторвано от жизни, должно быть привязано к реальным потребностям экономики всех отраслей. И они в этом направлении, кстати, активно двигаются, потому что все институты, входящие в структуру федерального университета, выходят на связь с отраслями, со своими, с промышленностью, либо с медициной. Все это вот в такой связке. Поэтому, думаю, что отдача через определенное время будет все больше ощущаться. Но потом, Татарстан, он вот не случайно, здесь активность политическое руководство проявляет участвовать во всех мировых чемпионатах, типа WorldSkills, который пройдет в 2019 году. Сейчас идет активнейшая подготовка, идут региональные соревнования, общероссийские, с тем, чтобы подтянуть уровень квалификации. Все мы видим, что в целом падение квалификации было налицо. И нужно это дело серьезно подтягивать. Поэтому одним из условий разработки, вернее, реализации стратегии является именно квалифицированные рабочие силы. Но цифровые технологии – это в основном удел нового поколения, молодежи. Я думаю, что вот одна из проблем, которая должна в первую очередь в головах правильно решаться – новые высококвалифицированные рабочие места должны достойно оплачиваться. И тогда это будет центром притяжения. Если это не будет сделано, если мы будем хронически отставать от других регионов, от других стран по показателю уровня зарплаты, конечно, эти проблемы решены быть не могут. Поэтому, с одной стороны, государство, исполнительная власть, законодательная власть должны предоставить условия для развития и создавать эти рабочие места с тем, чтобы сюда тянулась наиболее талантливая часть. Структуры для этого создаются. Ну вот, одна из проблем реализации стратегии в этом. Это нельзя забывать никогда. Я вот хотел тоже добавить, это вообще наша мечта, чтобы в процессе обучения человек получил не только компетенции, но и сформировал свой проект, его просчитал, сформировал команду, и уже на выходе с защитой дипломной работы фактически уже выходил с конкретным рабочим местом и малым предприятием. Вот на что мы как раз, Марат Гадыч, и пытаемся переформатировать нашу систему. Практика многих мировых университетов такая сейчас. Ну и Министерство экономики наверняка тоже располагает определенными данными, какие будут зарплаты, например, ну и вообще прогнозы. Нет, я хочу добавить все-таки не про то, какие зарплаты, да, стратегии это можно прописать, но все-таки это глобальный документ. Я хочу сказать про цифровую экономику, вот мы сейчас тут многое говорим. У нас законом и собственно самой стратегии предусмотрено внесение изменений. Вот за прошедшие, вот в мае у нас будет уже три года, как принят закон о стратегии 2030. И за три года вот выступление министра экономики было сказано, мир реально изменился. То есть это как многие вещи, как в научно-фантастическом фильме, который мы когда-то видели, мы их уже применяем в жизни. Поэтому будет разработан соответствующий раздел по цифровой экономике в стратегии 2030. На сегодняшний день его там в целом комплексном виде не существует. Буквально 8 ноября были у нас специалисты Всемирного банка, приезжали на встречу с президентом. Они презентовали свою методику по обследованию цифровизации экономики в ведущих странах мира. И сейчас мы ведем переговоры по поводу проведения такого обследования и в Республике Тарстан. Причем мы будем ориентироваться, естественно, на ведущие страны мира, чтобы найти разрывы, где мы наибольше отстаем. И как в любой стратегии действительно сконцентрировать ресурсы для подтягивания Республики Тарстан к лучшим мировым практикам. И это позволит, естественно, реализовать те вещи, которые на сегодняшний день немного упущены в стратегии. Стратегия 2030 подразумевает создание крупных агломераций на территории Республики Тарстан. И так получается, что мы говорим, ну, наверное, прежде всего о промышленном производстве, о технических специалистах. Говорим о людях, которые будут концентрироваться вот в этих крупных городах. А как быть сельскому хозяйству? Кто-то на селе останется для того, чтобы работать? Есть проблемы продовольственной безопасности у каждой страны. Вообще в сельскохозяйстве удельный вес его в развитых странах уменьшается. Это факт. Скажем, в Соединенных Штатах, ну, чуть более 1% по удельному весу непосредственно сельскохозяйства. Но сельскохозяйство связано с огромным количеством отраслей. И в комплексе это очень большая экономика. Поэтому для нас проблема это именно выходить не просто на производство сырья, который всегда имеет большие колебания цен на рынке, а на готовые продукты, товары, которые можно было бы не только здесь реализовывать, но и экспортировать. Вот Татарстан традиционная сторона не была никогда слабой. И ведь преимущество конкурентное в том, что качество продовольствия это очень важная проблема в мире. И наиболее полезно это свежие продукты. То есть быстрая доставка от потребителя, от места производства. Для этого у нас есть все условия, с одной стороны. Вот. Ну, надо думать и о рыночной составляющей. Сколько рублей с каждого гектара можно получить при сельском хозяйстве. Мы привыкли, что в основном ориентировались на производство зерна. Но с нас никто и не спрашивал. Это все дихтовалось директивно. Давай вот зерно. Зерно дает несколько десятков тысяч рублей с гектара. Тогда как многие виды продовольствия, ягодные культуры и так далее, они не очень-то хорошо развивались. Вообще не развивались. А там валовая ручка может достигать несколько миллионов с гектара. То есть на порядке разницы. Я просто вот всегда горжусь о Вальмейцевском муниципальном районе. Занялись именно... К этим вопросам стали подходить с точки зрения эффективности экономики. сельского хозяйства. И там есть определенные результаты. Об этом мы еще поговорим чуть позже. Елена Владимировна, вам вопрос. Как одному из разработчиков стратегии 2030. Насколько я знаю, похожие программы или стратегии есть и в других регионах Российской Федерации. Но вот и Татарстанская особенная. А в чем ее особенность? Почему мы в этом вопросе, так скажем, впереди России всей? Спасибо, Матвей, за вопрос. Я сразу хотела бы несколько моментов уточнить. Я не могу сказать, что я являюсь разработчиком. Мы занимались организацией, координацией работ. Непосредственно с экспертами работали. Но сказать, что я разработчик, это немножко будет... Один из? Ну, один из, может быть, второстепенных. Может быть так. Надо скромничать. И второй по поводу впереди России всей. Здесь, может быть, уточнить, по какому критерию мы с вами. Если мы говорим о сроках, то, например, республиканская стратегия была не первой принята. Первой была Ленинградская область. А если говорим о том, что, допустим, наша стратегия получила высокую оценку от Министерства экономического развития Российской Федерации, замминистра, значит, очень высоко оценил успехи команды по разработке, то здесь, мне кажется, ряд факторов сыграл ключевую роль. То есть самое важное, на мой взгляд, это то, что нам удалось вовлечь непосредственно президента в работу над стратегией. То есть в 2,5 года шла эта работа, и не менее 5-6 раз у нас были общие встречи. Все эксперты, кабинет министров, президент. Мы обсуждали, значит, то, что было сделано, корректировка курса проводилась. И включение президента, то есть он прям непосредственно занимался стратегией очень много. Это, получается, его программа. И это позволило нам привлечь к работе широкий круг экспертов, самых ключевых акторов внутри республики, самых компетентных. У нас были созданы проектные площадки, а руководители этих проектных площадков – это министры. То есть здесь высокий уровень компетенции, подхода к разработке стратегии. И, конечно же, то, что нам было предложено и позволено, такой длительный срок – 2,5 года. Это беспрецедентно для России. Около двух лет – это только анализ социально-экономической ситуации в республике Татарстан. Выезды с полевыми экспедициями во все муниципальные районы, включение муниципального экспертного сообщества и муниципальных органов власти в работу над стратегией. Вот совокупность вот этих вот моментов, как мне кажется, позволила качественно подойти к проблеме разработки, да, стратегии. А если поговорить с точки зрения содержания, то одно из самых важных, возможно, то, что впервые республика позиционировала себя как глобальный регион. То есть мы начинаем сравнивать себя не столько с регионами России, а сколько с мировыми регионами. Возможно, одними из лучших. Хотим стремиться к лучшему. А это значит, появился качественный подход к анализу результатов реализации стратегии. Мы не просто можем говорить о, допустим, темпах экономического роста заложенных, да, количественных показателей, а можем соотнести себя с мировыми регионами и предположить, что мы должны развиваться не сопоставимо с ними, не медленнее, чем развиваются они. То есть мы себя начинаем соотносить вот с этой категорией субъектов. И второе, это то, что уже вот и Марат Гадыевич говорил, и Марат Рашидович, это важность человеческого капитала. То есть у нас человек в главе стратегии, а это значит, экономика должна, ну, плохо сказать, должна, но экономика должна как бы предъявлять спрос на высококвалифицированный, конечно, да, человеческий капитал. То есть она за ним следует и предъявляет спрос на высококвалифицированный человеческий капитал. А инфраструктурные, пространственные вещи, они становятся более комфортными для того, чтобы предоставить условия для максимального эффективного воспроизводства и существования человека внутри республики. То есть, мне кажется, вот такой подход позволил разработчикам, экспертам достойный документ представить. Ну что ж, первые итоги стратегии 2030. Такова сегодня тема программы «Трибуны нового века», «Трибуны депутата». Что такое Камский метрополис и какие блага подарит стратегия простым жителям Татарстана? На эти и другие вопросы мы ответим сразу после короткой рекламы на ТНВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Трибуны нового века», «Трибуны депутата». Сегодня мы говорим о первых результатах стратегии 2030 в республике Татарстан. Ну и следующий вопрос касается Волгокамского метрополиса, который окажется, насколько я знаю, третьим по численности в Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, что же принесет нашей республике этот мегапроект? Ну, как известно, в соответствии с стратегией у нас развиваются три агломерации. Это Казанская, Камская и Альметьевская. На тему агломерационного развития сейчас очень активно тему развивает Алексей Леонидович Кудрин, под непосредственным участием которым разрабатывалась и наша стратегия в том числе. Основная цель, но хотим и не хотим, это процесс мировой. Крупные города, они укропняются, небольшие сокращаются по численности. Тоже касается и сельского населения. Потому что вот на сегодня, если мы вспомним начало века предыдущего, то в городах там проживало не более 15% населения. Сейчас это более 50% во всем мире. И последние 30 лет эта тенденция, она просто гигантскими шагами. Это же касается инвестиционной привлекательности крупных городов. Там есть кадры готовые, там минимальные издержки бизнеса. И если мы не можем остановить этот процесс, естественно, его надо возглавить. Соответственно, Волгокамский метрополис, его основная задача связать наши крупные центры между собой в первую очередь и между другими крупными городами, которые располагаются вокруг Татарстана. Этого будет способствовать и строительству ВСМ, а также и строительству мостов. И про всю инфраструктурную развитие, которое Марат Гадеевич говорил буквально в начале передачи. Все это способствует как раз развитию метрополии. И основная цель это потоки направить и трудовых ресурсов, и финансов, и инвестиционную привлекательность за счет этого создать. То есть сделать это своеобразной точкой роста, причем он такой гигантский треугольник. Поэтому основной посыл развития метрополии это ускоренное развитие экономики, и в том числе за счет инфраструктурного развития. Вот если говорить о существующей инфраструктуре в этом районе, ее недостаточно. Что нужно делать? Какие меры? Сейчас, на данный момент, у нас, я еще раз говорю, ведутся проектирования и ВСМ. Там сейчас разные разговоры есть. Будет это до Казани доходить, не будет. Время покажет. Тем не менее, помимо ВСМ у нас есть и высокоскоростная планируемая дорога платная. Это, значит, Казань-Бавлэй, это коридор Санкт-Петербург-Китай, который является составной частью. Будет достроена М7 в 2018 году. Мы сейчас знаем, что там небольшой кусок остался. Также будет, мост через Соколку позволит снизить издержки предприятий. Камской агломерации, в том числе, которая сейчас перерасход при транспортировке мелкосерийных малотоннажных грузов. Он составляет до 90 километров за одну поездку. Это существенные затраты, довольно-таки, для предприятия. Также у нас активно развивается строительство проектной мощности ВОЗского мультимодального логистического центра, который находится в поселке Визовые. Все это будет составлять единый транспортный коридор, который позволит активно развиваться предприятиям. Потому что предприятиям, находящихся в этой зоне, активно не хватает транспортной инфраструктуры. И можно выпустить, скажем, в два раза больше продукции, перевести ее невозможно будет по существующим магистралям. Вот если я сравниваю с европейскими показателями, сильно отстали мы? В чем? Хотя бы в транспортной сообщенности. Плотность наших дорог, скажем, даже хотя бы второй категории, в разы отличается от европейской. Про железнодорожную инфраструктуру Марат Гадыч это уже сказал. Можно я добавлю? Здесь очень важный есть момент, чтобы было понятно. Раньше мы мыслили крупными предприятиями или территориально-промышленными комплексами. А сейчас мы говорим мегаполис, метрополис. Это в чем разница? Дело в том, что мы сейчас рассматриваем уже не только одно предприятие, а как кластер. То есть каждое звено взаимодополняет друг друга. И за счет вот этой синергии объединения ресурсов обеспечивается и конкурентоспособность, и вхождение на мировые основные рынки. Вот основная задача кластерного развития. Нет, просто чтобы все это реализовалось. Ведь надо, чтобы была привлекательная жизнь в этих местах. Поэтому проблема общественных пространств, она вот, которой сейчас занимается активно. Но мы опять тут, может пораньше других регионов, начали этим заниматься. Нарабатываем опыты, это очень серьезная работа. Чтобы привлекательно было для всех категорий граждан, проживающих здесь, не просто работать, не человек для работы. А чтобы все-таки можно было отдыхать и развиваться в личностном плане. Для этого и система здравоохранения, образования, досуга. Это все вопросы, они очень актуальны. И в мире сейчас тоже в этом плане конкуренция идет за привлечение высококвалифицированной рабочей силы. Но вот этот комплексный подход, стратегия очень активно и предусматривает. Но я думаю, все замечают сдвиги в этом направлении зримые есть сегодня. Нельзя сказать, что это какая-то абстракция. Я, например, вижу в том районе, где живу, где там люди никогда не гуляли. Сейчас гуляют все возраста. Самые маленькие и самые пожилые проводят время в этих весьма благоприятных пространствах. И они есть в каждом муниципальном районе, что очень важно. Не просто где-то в каких-то столичных местах. И это будет развиваться дальше. Это нужно очень грамотно выстраивать. И там целая наука. Я считаю, что и с кадрами нам в этом плане здесь повезло. Что касательно человека и метрополитенского региона и тех возможностей, которые он будет предоставлять. То есть, если мы за счет инфраструктуры повышаем связанность этого пространства, это значит, мы снижаем барьеры для перемещения ресурсов внутри метрополитенского региона. В том числе человеческих, трудовых ресурсов. Инвестор, попадая в любую точку, получает доступ к рынку труда на территорию. И для этого инфраструктура, ну как пример может быть, допустим, недорогого современного арендного жилья, так же как и транспортная инфраструктура, так же как общественное пространство, позволит насытить этот метрополитенский регион какими-то новыми возможностями. То есть, один из примеров, это может быть и такой вид инфраструктуры. Да, и он уже развивается. Конечно, да. Особо экономическую зону взять, там первый пилотный проект по строительству арендного жилья как раз для резидентов. Помимо того, что там есть коттеджные поселки, там как раз идет строительство в первую очередь и для рабочих. Потому что дефицит жилья в Елабуге, он присутствует. На основе общереспубликанской стратегии 2030, свои стратегии муниципальные должны были разработать и районы Татарстана. Как мы уже поняли, на Альметьевск, конечно, делается очень большая ставка. А готов ли район реализовать возможности или задачи, возложенные на него? И реализовывать проекты не только, собственно, внутри Альметьевского района, но и сотрудничать с другими территориями Татарстана? Нужно сказать, что действительно стратегия 2030 принятая, она делает акцент на роте человеческого капитала. И в этой связи, конечно, предусмотрено взаимодействие не только в экономической сфере, но и в социальной сфере. Мы говорим и об образовании, мы говорим и о культуре, о спорте, взаимодействии различных общественных организаций в этих сферах. Мы говорим о том, что нужно образование, и образование, то среднее, которое общее дается, оно является таким базисом трудовых ресурсов в целом для всей агломерации. И в этой же связи мы говорим и о медицине, о том, что в Альметьевске, в частности, располагается высокотехнологическое оборудование на базе медсанчасти ПАО «Татнефть» и города Альметьевск, в которые, возможно, делают высокотехнологические операции для всех жителей Юго-Востока. Мы говорим и про спортивные сооружения, где выступает наша хоккейная команда, успешно выступает «Нефтяник», это вот что касается социальной сферы. Конечно, рост человеческого капитала – это и рост благосостояния населения, и в этой связи точки экономического роста, они, конечно, базируются на нефтегазодобыче. И сейчас мы говорим не только о добыче, но и, возможно, о переработке, о газохимии, которая дает дополнительную линейку, широкую линейку вообще продуктов. И, конечно, нужно говорить про сельское хозяйство. Юго-Восток традиционно является, и земли на Юго-Востоке, они высокоплодородные. И, конечно, взаимодействие в плане не только выращивания сельхозпродукции, а еще о переработке. В частности, в Альметьевске сейчас работает продуктовый технопарк, который, в принципе, перерабатывает сельхозпродукцию. И, конечно, как Марат Гадыч говорит, второй год действует ягодная долина. В этом году там прирост составил 20%, 110 тонн было собрано. В этом году было выращено и дополнительно овощей, таких как тыква, кабачки и так далее. 20 тонн овощей было собрано. И вот в этой связи, конечно, Юго-Восток, он может и должен взаимодействовать в плане переработки, выращивания и так далее. И, возвращаясь, может быть, к медицине, мы должны сказать и о медицинском туризме. Здравницы компании Татнефть, они расположены во всей агломерации. И вот даже те операции, возможно, на сердце, вот как в Европе, они не просто делают операции на сердце. В чем преимущество? В том, что у них есть процесс еще реабилитации. Поэтому вот в этой связи, конечно, здраво-недостатнефть, они могут играть такую роль реабилитации после операции. И, конечно, это тоже взаимодействие, такое уже развитие туризма на всем Юго-Востоке. Говорите про транспорт. Конечно, это тоже важная составляющая. Транспорт, где бы ни располагались новые производства, в любом случае нужно привозить новый персонал, новые кадры. Для этого нужно и не только, кстати, дороги нужны, но и нужен действительно транспорт. Удобный транспорт, современный транспорт и, наверное, недорогой транспорт, который бы не стал удорожать какие-то проекты инвестиционные. Про образование нужно говорить про наш флагман нефтяной институт, стратегии, которая сейчас прописывается. И большое желание самой Татнефти и руководству республики сделать из него лучшим нефтяным вузом страны. У него есть и основания. Первое, конечно, основание, то, что оно находится непосредственно у своего заказчика, у компании Татнефти. Возможно, уже все научные проработки. Вот, кстати, про научные проработки совместно с Министерством экономики. В этом году было поставлено новое оборудование. Под ведомственным Министерством экономики Химтех вместе с нефтимным институтом поставили оборудование, которое уже сейчас получает заказы на моделирование, на добычу сверхвязких нефтей. Вокруг этого, конечно, в последующем должен появиться поиск неких малых инновационных предприятий, которые, естественно, будут обслуживать Юго-Восток. И люди Юго-Востока там тоже будут работать. Чулпан Габдуловна, наверняка при разработке муниципальной стратегии учитываются те или иные особенности того или иного региона Татарстана. Какие точки роста есть в Кукмарском районе? Да, дифференциация стратегии развития республики Татарстан производилась по трем экономическим зонам. И мы пять северных районов вошли в зону активного развития малых городов и сельских территорий, предкамской зоны, казанской агломерации. То есть для всех нас, для всех муниципалитетов идентичны проблемы. Исходя из этого, мы разрабатывали свои стратегии. В основе стратегии развития социально-экономического развития Кукмарского муниципального района лежит создание и развитие всех блоков на пути привлечения и накопления человеческого капитала, создание благоприятной среды путем параллельного развития благоприятной инвестиционной инфраструктуры, благоприятной комфортной социальной инфраструктуры и комфортного общественного пространства. Для себя мы определили в стратегии точками экономического роста повышение инвестиционной привлекательности, развитие агропромышленного комплекса, развитие существующих промышленных производств, развитие туризма и повышение деловой активности, в частности, сельского населения. Повышение инвестиционной привлекательности подразумевается создание благоприятной инвестиционной инфраструктуры. С этой целью, благодаря поддержке президента Республики Татастан Рустама Наргалевича, благодаря поддержке Министерства экономики Республики Татастан, на сегодняшний день завершаем строительство второй очереди промышленного парка «Кукмар». Заключены соглашения о намерении введения инвестиционной деятельности на территории парка с семьей потенциальными резидентами. Одним из резидентов начато строительство завода по производству литой посуды на основе пищевого алюминия. Здесь подразумевается создание порядка 240 рабочих мест. К 2021 году по нашей стратегии мы планируем привлечь в промпарк порядка полутора миллиардов инвестиций, создание более 500 рабочих мест. То есть люди на местах сами почувствуют результат в сравнении с тем, что было буквально несколько лет назад. Если говорить о конкурентоспособности, то надо напомнить, что, скажем, кукмарская посуда экспортируется в развитые страны Европы, Соединенные Штаты, и там она раскупается. Это именно в небольшом городе, в небольшом предприятии имеет вот такую конкурентоспособность. И не только это предприятие, там целый ряд других есть, именно не очень больших, но имеющих рынок мировой. Я вот сам удивляюсь, есть фермеры, которые поставляют продукцию птицеводства по заказам индивидуальным, вплоть до Канады, Германии. Это удивительные вещи, это просто надо дерзнуть выйти на эти рынки. И они это делают. Такие примеры есть. То есть независимо, где эта занятость, она может быть и в небольшом муниципальном районе, но жизнь так устроена, что при определенной квалификации, смелости, умении, все возможно. — Айрад Буфатович, еще такой вопрос. Мы сегодня говорим о реализации стратегии 2030 в Республике Татарстан. И, как мне кажется, большинство наших зрителей интересует вопрос, а что лично мне принесет вот эта вот стратегия 2030, мне, моим детям? Поскольку, наверняка, личное счастье очень часто соседствует и с материальным благополучием, и поэтому, в принципе, людей можно понять. — Ну, стратегия, еще раз повторюсь, все-таки это глобальный документ. Тем не менее, он разрабатывался вот в тесном контакте, у нас более двух тысяч встреч происходило. Каждый житель Республики Татарстан мог внести свои предложения на сайт, специально созданный Татарстан 2030. Собственно говоря, разработчики, мы все, все коллективы эти пожелания учитывали. — Повторюсь, главной целью стратегии является человеческий капитал, как по его формированию, это через образование и через демографическую политику, так и по условиям его реализации, это через образование, здравоохранение, культуру. И вот все те вещи, которые реализуются в соответствии со стратегией, это и повышение качества образования, создание ресурсных центров, создание парков, скверов, реализация программы водоохранных территорий, строительство новых школ, детских садов и многих других объектов инфраструктуры социальной сферы. Вот это каждый татарстанец может почувствовать на себе. И дети, которые родились здесь, останутся и будут жить. Все это им, собственно, останется в наследстве и для дальнейшего развития. — Марат Гадыевич, у нас до завершения программы остается буквально несколько минут. Я думаю, что сегодня в нашей студии состоялся очень обстоятельный разговор. Ваше мнение и вам подводить итоги. — Ну, знаете, есть определенные такие внешние условия реализации стратегии. Во-первых, нужна политическая стабильность. Как внутри, так и снаружи. Стратегия разрабатывалась в более благоприятной внешней обстановке. Сейчас она менее благоприятная. Есть санкционный режим. Стратегия обращена к открытому миру, и экономика республики успешно может развиваться в условиях открытости. — Важно добиваться реализации вот этого положения. Это первое. — Второе. Все-таки я согласен с тем, что она ориентирована на человека. — Ведь, ну вот как определить, что мы стали лучше или хуже жить? — Ну, есть интегрирующий показатель такой. Продолжительность средней жизни. Средняя продолжительность жизни. Вот сейчас она достигла 73,5 примерно года. Средняя. Никогда такой не было продолжительности. Это уже говорит о том, что качество жизни улучшилось. Взросло количество долгожителей. Сейчас более 20 тысяч людей, которые граждан, которые больше 90 лет. И дай бог им всем здоровья. — И таких становится все больше. Есть перспективы в этом направлении. — Медицина сейчас, сколько бы ее ни ругали, но по многим болезням, когда просто люди уходили из жизни, сейчас их спасают. Есть технологии, реализуются, и это тоже содействует. Снижается детская смертность. Проблем, безусловно, много. Их и много будет. Но важно то, что есть движение здесь вперед. И мы, пожалуй, нащупали правильные подходы. Но я все-таки еще раз хочу сказать, что стратегия обязана дать высокопроизводительные рабочие места. Хорошую работу с хорошей оплатой. И думаю, что вот если это будет реализовано, то тогда можно говорить об успехе. Я благодарю всех участников нашей программы сегодня за этот очень интересный и обстоятельный разговор. Вы смотрели программу «Трибуна нового века. Трибуна депутата». До встречи на телеканале «Новый век». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова